Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете радионародная волна на частоте 1590 AM на нашем веб-сайте RadioNVC.com и, конечно же, на нашем YouTube-канале. И сегодня у нас на народной трибуне Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке. Здравствуйте! Привет-привет, Солочи Кагал! Что-то давно соскучился по вам. А как мы соскучились, если бы знали, от радиослушателей постоянно поступают просьбы. Ну почему, почему так редко? Наверное, потому что я еврей. Потому что занят сильно. С тобой связаться не просто так. Окей, так или иначе. Ну, во-первых, пару слов, если можно. Какой-то антураж вокруг такой уж больно шикарный. Что это? Что я вам могу сказать? Я в раю. Я попал в рай. Я таки нахожусь в городе-герое Одессе. И не просто я здесь нахожусь, я нахожусь на конкурсе красоты. И не простого конкурса красоты, а конкурс красоты плюс сайз. И в нем выступают девушки, женщины, которые любят себя такими, какие они есть. Без шаблонов, без того, как мы... Знаете, потому что я по себе замечал, что меня очень любят, когда я в мундире, и весь наряженный, как новогодняя елка. А когда я в гражданском, меня в упор не видят и не узнают на приемах. Да, вчера они стояли возле меня и спрашивали, за что этот значок, за что это, за что то свисток. А на следующий день, когда я в гражданском, они даже не... Поэтому надо любить себя за то, что ты есть, а не то, что снаружи на тебе висит или брякает и свистит. И вот эти девушки, женщины, они нашли себя в этой категории. Это прекрасно видеть. Особенно, ну вы же знаете, мы же из этого клана, где шкварке было не табу. И булочки с маслом тоже от бабушки. Поэтому в моей семье и в моем окружении всегда были вот эти пышечки, которые, когда вырастались, стеснялись, комплексовали. Из-за этого моя сестра такова. Приходилось во дворе бить много грубиянов. Ну а здесь это очень прекрасно, видеть таких женщин, таких девушек. То есть это не такие худосочные модели, которые часто появляются. Нормальные женщины, которые... Что я с собаки, что ли, на кости кидаться, я не понимаю. Хорошо. Ну что ж, рады за вас. Рады. Спасибо. Ну а теперь, если можно, в целом, в Украине... Вы же в Украине находитесь уже довольно давно. Ну в целом, я нахожусь в Украине с 14-го года, как началась война. Ну я, конечно, нахожусь в основном в Соединенных Штатах Америки, у себя дома. Но здесь я частый гость, да. Ну тогда опишите ситуацию глазами капитана первого ранга Гарри Табаха. Что происходит в Украине, какие перспективы, какие изменения возможные и вообще, так сказать, что в воздухе? Так сказать, ситуация мерзопакостная, экономика сложная, война, как, ну, с января этого года, конечно, усилилась. Больше жертв, больше в 10 или даже больше раз убитых на фронте, самых лучших из лучших украинцев, молодых. Безработица, жаркая погода, дожди идут, урожай спасать тяжело. Но в то же время народ не унывает. Ну и, конечно, большое расстройство из-за Байдена, что они говорили, Байден придет, порядок наведет. Ну, как понятно, он порядок навел, но только в пользу Владимира Путина. И в пользу России с северным потоком, то, что урезал нашу помощь Украине военную, ну и так далее, и так далее. И то, что теперь Путин рукопожатный, его приглашают и в восьмерку, и в семерку, и все к нему ездят, и цены на нефть. Все это в пользу Путина и России. Поэтому, да, но с той же стороны, с другой стороны, строительство идет везде по всей Украине. Строятся дома, строится жилье, такой бум. Дороги строятся везде, невозможно ехать никуда, потому что идет строительство дорог, инфраструктуры. Рестораны даже в будние дни попасть сложно, все занято. И проехать с одной стороны города в другой тоже практически невозможно, потому что такой тяжелый пробкий трафик по всей Украине. Так что с одной стороны полное «Ж», а с другой стороны полное процветание и вливание денег или бюджета, я не знаю. Контраст, контраст чувствуется. Понятно. Скажите, а вот политологи, политики и так далее, те, кто предсказывал, что с уходом Трампа из Белого дома, приходом Байдена, ситуация коренным образом изменится в лучшую сторону, они признают свою ошибку или нет? Потому что люди, которые голосовали здесь среди украинцев, русскоговорящих, а те, кто голосовали за Байдена, против Трампа, вот они как раз рассчитывали на то, что ситуация изменится. И, похоже, они не признают своей неправоты, не посыпают голову пеплом, не каются, ничего подобного. Нет, они все равно говорят, что все, что сейчас происходит, все плохое, что происходит в Украине, это все вина Трампа. Это он все это сделал, и поэтому вот так все происходит. Да, ну я, можно я это, после того, как вы говорите, политологи, политконсультанты, эксперты, я должен рот промыть. У меня очень плохой вкус после этого во рту. Да, здесь то же самое, в принципе. Вот все эти журналюги, все эти политики, политологи, эксперты, которые здесь вещали, вот Байден придет, все изменится, будут санкции из ада, это Путину конец, он его в порошок сотрет. Вот послушайте, что он сказал, он сказал, что он все закроет, что он чуть ли не свифт закроет, он не будет такой марионеткой, но здесь они привели щенком, как Трамп. Вот он ему покажет, все, и когда я, Иларионов, еще пять человек, по-моему, Леону Айнштейну, говорили, что это же чепуха, ну посмотрите, что было при Обаме, у вас будет то же самое, вас изнасиловали, вас отняли, вас грабанули. При Обаме отвечал за это Байден, и вы думаете, что что-то изменится, ну это же глупо. Ну не слушали, говорили, о чем говорить с трампистами, что слушать этого солдафона. И они говорили, что все проблемы, конечно, от Трампа, от Трампа. Сегодня эти же люди, эти же люди, этот же Пентковский, там Каспаров, Эмуджабаев, Киселев, Евгений Киселев, которые прыгали от радости здесь, что Байден выиграл. Сегодня они говорят, что их предали американцы. Не Байден и его администрации, а американцы. Это я, мы, еще сто миллионов американцев, которые говорили, ребята, ребята, не туда идете. Теперь, оказывается, это мы виноваты, что вот Украину вот так вот развели, как они говорят здесь, кинули, обманули, использовали. И сейчас это такая разменная монета. Ну вот сейчас они собираются, президент Зеленский, ехать на встречу к Байдену. Эта встреча передвигалась несколько раз. Ну и, наконец-то, передвинулась такой на тот день, 13 августа, 30 августа, когда ни Сената, ни Конгресса в Вашингтоне не будет. Он будет не только встречаться с Байденом, ни с какой оппозицией, с республиканской. Я думаю, у него не будет возможности встретиться. Ну, потому что их просто в Вашингтоне нет. Если будет, то там одиночные какие-то, одиночные выстрелы. Поэтому все ожидают этой встречи, что будет. Но до сих пор, сегодня уже почти 9 месяцев, как Байдену власти, а посла в Украине нет. В России есть, а в Украине нет. И вот такой вот он антипутинец, который считает человека Путина убийцей, а Украину демократической и прогрессивной стороной. Сюда посла он не присылает. Он даже еще не номинирован. Даже еще не номинирован. Но даже если мы будем говорить, посол не обязателен. Посол не обязателен. Вот, например, Трамп не очень доверял и правильно делал, недолюбливал посла нашего в Украине, Янович. И он прислал сюда своего представителя. Алло? Да, да, да. Меня слышите? Алло, алло. Да, все нормально. Что-то случилось у нас? Алло. Нет, все нормально. Слышно хорошо. Алло. Но все нормально. Звук идет. Алло. А это очевидно у вас там. Вы не знаете, интернет отключили, что ли? Нет. Нет, нет. Нет, интернет есть. Потому что случилось. Все нормально. Все нормально. Wi-Fi, да. Вроде подключен, да? Гарри, все нормально. Звук идет. Все нормально, ну. Конечно, картинка. Алло. Да. Алло. Я говорю, все нормально, звук идет, но это у вас с наушником очевидно просто проблема. Алло. Ой, как обидно. Да, да. Алло, все нормально, продолжаем. Все обратно? Вы меня слышите? Я не знаю, где прервалось. А, нигде не прерывалось. На самом деле мы вас слышали на протяжении всего этого аналога. Это у вас с наушником очевидно. Ну, я, у меня, видимо, прерывается что-то. Ну, короче, что я хочу сказать, что, ну, президент Трамп прислал своего представителя. Он прислал Курта Вокера. Но здесь даже нет в Украине ни представителя от президента Байдена, ни посла. И неизвестно, будет он и когда посол будет назначен или хотя бы номинирован в Украину. Ну, я думаю, что это просто лежит. Ну, я всегда говорил, когда мне спрашивали, что ты делаешь в Украине, почему ты трампист и продвигаешься. Потому что я считал и до сих пор считаю, что эта иголочка от Кощея Бессмертна закопана здесь, в Украине. Потому что здесь, в Украине, до сих пор идет расследование насчет Хантера Байдена. Оно не закрыто. Я не знаю, идет оно или нет, но оно не закрыто. И я думаю, что вот это вот причина, почему Байден не хочет сюда никого назначать, не звонит президенту Зеленскому, а он звонит и разговаривает с президентом Путиным, игнорируя Украину. Почему наша военная помощь в Украине была урезана. Ну, больше, чем в два раза. Почему наши корабли больше не подкрулируют Черное море. Ну и так далее, и так далее. Почему санкции были сняты против, против того, против закона Конгресса. Конгресс принял наложить санкции на Северный поток. Трамп наложил их. Байден их снял. Против Сената, против Конгресса. И даже против своего же Госдепа, потому что госсекретарь Блинкин был за то, чтобы санкции оставались на Северном потоке. Теперь Северный поток закончился. Сейчас Россия будет получать миллиарды и миллиарды долларов. Три миллиарда долларов Украина потеряет из своего бюджета. Ну, ей там сейчас они наобещают до хрена всего, но обещать не жениться, как мы говорим. Вот. И цены на нефть пошли вверх, и Россия встает с колен. А когда она встает с колен, украинцы прекрасно понимают, кому она под задницу даст этим коленом. Что касается цен на нефтепродукты, это удивительно. Значит, администрат, режим Байдена запретил, отозвал лицензии, перекрыл нефтепровод из Канады, а сейчас обращается с письмом КПК увеличить добычу нефти. Но это ли не безумие? Это же живем в какой-то в стране чудес. Это первое, что я хотел сказать. А второе, возвращаясь к Антару Байдена, я не знаю, вы слышали, нет, очередной скандал. Дели Мэйл получила видеозапись о том, как Хантер Байден, ну, основная это пресса в Мидии, это же проститутки, которые служат демократической партии. Нет, нет, проститутки, они честно. Я не хочу, я всякий раз извиняюсь, когда произношу это слово, потому что не хочется оскорблять проституток. Это слуги дьявола, которые служат вот этой секте демократической. А они об этом молчат. А Дели Мэйл это сделала достоянием гласности, где Хантер Байден, находясь в номере в Лас-Вегасе, и все это, запись идет. Сначала он занимался, ну, там, домашнее порно делал с проституткой, а потом забыл выключить компьютер и начинает ей душу изливать, рассказывать о том, чем он там занимался, какой он торчок, как его русские наркодели расснабжают наркотиками, потом якобы русские украли у него компьютер. И что его отец будет, очевидно, баллотироваться в президенты. То есть, об этом тишина в наших СМИ полная. Но вот такое видео, это же такой повод для того, чтобы шантажировать и Хантера, и Джо, который теперь президент. Послушай, видео, не только видео, а если мы попытаемся об этом говорить, нас забанят и в Фейсбуке, и в Ютубе, из Твиттера выгонят и заткнут там рот. Вот такие вот демократы, вот такая вот плюрализм, вот такая вот защита. Это большевики. И ничего они вам не скажут. Честного. И вам заткнут рот. Это вот, понимаете, это ради мира на земле, они не оставят камня на камне. Все разгромят. А почему это сейчас скандал? А скандал про его картины, которые покупаются за миллионы долларов, кто их покупает. Вот такой талантливый парень, картины такие при жизни, еще не умер даже, да, уже столько они стоят, но закрыта информация, кто их покупает. А то, что он работал здесь, в Украине, работал, ну, это слово такое неприличное, я только что использовал, ни хрена не делал и получал миллионы долларов. Здесь, в Украине, пока его папа был вице-президентом, и назначал, каких генпрокуроров увольнять, каких генпрокуроров вставить и так далее. Кого в Нацбанк назначать, кого нет. А его сынишка пока получала. Знаешь, заставляли Украину бороться с коррупцией и одновременно возглавляли ее таким же образом. В этом же вся проблема с Трампом. Он свалился им на голову, откуда ни возьмись. И если мы можем сейчас сидеть и загибать пальцем все, что он сделал для нас, для Соединенных Штатов Америки, для Европы, для НАТО, для Израиля, для Украины. Я сейчас не буду все это пересказывать. Но главное, что он нам сделает, он нам открыл глаза, что у нас коррупция, мы погрязли, весь мир погряз в коррупции. И это довоз, довоз. Это они пытаются сделать весь мир социализм. Все забрать и поделить поровну. Закрыть маленькие и средние бизнесы. И только глобальные бизнесы будут функционировать, которые в сговоре с государством. И мы уже это видим. Нам затыкают рот. Сейчас снимут это видео, дадут, забанят или еще что-то. Потому что мы говорим, что Хантер Байден и президент Байден, до них дотрагиваться нельзя. Это неприкосновенность. Это Ленин. Понимаете? Или Мао Цзэдун. Или еще кто-то. Которых трогать нельзя. И цензура, и нас заставляют, как и в России, самим себе устраивать цензуру. Потому что они не знают. Вот сами себе устраивать цензуру. Это еще хуже, чем Советский Союз. Потому что в Советском Союзе была цензура, но такие как Райкин и Хайт могли ее обойти, обмануть и еще что-то. А здесь ты сам себе должен устраивать цензуру. Если тебе это не понравится, то они тебя забанят и закроют. И ты ничего не можешь с этим поделать. С этой монополией, с этим глобализмом. И вот когда Трамп нам открыл глаза, некоторым из нас, другие продолжают гнуть свою линию и ничего сказать не могут. То мы понимаем, что мы проигрываем. Мир клонится влево. И мир, и нас три пчелы не могут доказать миллионам мух, что мед лучше, чем дерьмо. Поэтому что мы можем сделать? Один шейх, по-моему, в Саудовской Аравии сказал, что мой дед ездил на верблюде, мой отец ездил на верблюде. Я езжу на Мерседесе, мой сын ездит на рейндж-ровере, мой внук ездит на рейндж-ровере с шофером, на Майбахе ездит. А мой правнук будет опять ездить на верблюде, если ему повезет. Потому что так мир создан, что тяжелые времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, а слабые люди создают тяжелые времена. У нас были хорошие времена довольно-таки долго, после Второй мировой войны, в принципе, у нас хорошие времена идут везде, по большому счету, ну, в капиталистическом мире. Ну, и создали мы очень много слабых людей. Теперь они создают для нас тяжелые времена, ничего не поделаешь. Вон у вас в Чикаго запрещено оружие, по-моему, в прошлые выходные 150 человек перестреляли, включая двух полицейских. Да, одна из них молодая, 29 лет девочки. Да, по поводу цензуры. Нашу прошлую пятничную передачу, которая шла ровно неделю назад, заблокировали на Ютьюбе, поскольку мы позволили говорить с Леоном, да, наша с Леоном программа, поскольку мы позволили себе говорить о современной болячке, которая одолевает весь мир. Я уже теперь не произношу это слово. Об уколах и так далее. В общем, вот мы позволили... Смотрите, меня тоже забанили и дали страйки, поэтому я уже неделю не выхожу в Ютьюб. И еще один страйк, и меня просто закроет мой канал. То же самое. Мы все от этого страдаем. По-моему, Леон пытался создать отдельный канал. Я не знаю, получается это у него или нет. Но мы все пытаемся что-то сделать. Дело все в том, что да, если это бы работало так в мире, то, конечно, мы бы сейчас жгли бы этих эритиков на костре. Потому что Эйнштейна бы тогда сказали, он идет против науки. Против науки. Его теория относительности – это бред. Это бред. И кто будет там писать в газетах про это, или ученые, которые будут об этом говорить или дискуссировать про это, их будут банить, им будут давать страйки за это, то никогда бы этого не случилось. Более того, в мое время, когда я учился еще в фармакискул, в школе фармацевтов, язва лечилась хирургически. Отрезали этот нерв, который дает кислоту в живот. И это была очень сложная и опасная операция. Потом вышло два лекарства. Сначала Тагемет, по-моему, потом Райнет-1 вышли, которые уменьшали кислотность в животе. И был один врач, который доказывал, что это не кислотность, это бактерия. И все говорили, что он не прав. Он не прав. Но шел спор, шел открытый спор с этим. Сегодня мы знаем, что он оказался прав. Это доказано. Но медицина, наука – это занимает время, это занимает спор. В споре рождается правда. Но сегодня мы не можем это делать. Потому что она говорит, что наука сказала это так. Католическая церковь сказала это так. А если ты против, тебя сжечь на костре. Забанить, убрать. Хотя есть спор, хотя есть врачи, хотя есть ученые, которые говорят, нет, может быть, это не совсем так. Давайте спор. Нет, нельзя. Кстати, это организация, которая сказала, что это не так. Это та же организация, которая нам врала про это и про Китай. Что это не из Китая выходит. Которая брала взятки, которой Трамп урезал финансы. Но сейчас им вернулись. Ничего с ними не случилось. Так не работает. Так мы в средневековье зайдем. Потому что какие-то монополии, как три века тому назад католическая церковь, диктует, что мы можем говорить, что мы можем думать, а что мы не можем говорить, а что мы не можем думать. И конкурентов, к сожалению, у них нет. И создать почему-то мы не можем. Абсолютно. И об этом говорят. Они не только нам не говорят правду. Я смотрел слушание, и сенатор Джонсон из Вискансина говорит, подождите, мы сделали запрос в Health and Human Services и еще в какой-то департамент, чтобы нам предоставили переписку доктора Фаучи, не отредактированную. И что они сделали? Они нам прислали 400 страниц текста, отредактированных так, что там ничего не понять. Сенат, который осуществляет контроль над ведомствами. А над ведомствами это люди, которых никто не избирал. Руководители ведомства назначают, не избирают. Сенаторы, которых избирают, не могут получить достоверную информацию. Что уж говорить о нас, простых смертных. Нас просто держат за идиотов и говорят, что ты должен верить тому, что сказал вот этот. А тот, который что-то говорит, вы его просто... А вы считаете, что Владимир Владимирович Путин или Владимир Ильич Ленин неправы? Или товарищ Сталин неправы? Или Мао Цзэдун неправы? Вы считаете, вас к стенке надо поставить. Вы диверсанты, вредители. И все проблемы из-за вас. Из-за вас. Потому что вы делаете это специально, задав вопрос. А правильно ли это? Или неправильно ли это? Есть врачи, есть ученые. Да, может быть, они в меньшинстве. Ну и Эйнштейн был в меньшинстве. Этот врач, который говорил о заболевании с язвой, это один из примеров. Да таких много, миллион примеров, когда ученые. Наука так не работает. Наука не работает, чтобы голосовало большинство. Потому что большинство... Ну, наука так не работает. Там не по большинству идет подсчет. Не большинство должно голосовать, правильно это или неправильно. Там должны быть научные доказательства. Доказательств про то, о чем мы говорим, никаких нет. Непонятно, что происходит. Если бы это была здоровая дискуссия... Мы живем в Израиле, мы живем в Европе, что это непонятно, что опять возвращается, что еще, что и то, что и это, и другое. Я же помню, как говорили, что придет лето, и летом при горячей температуре, это все пройдет. Уже второй год ничего не проходит. И, понимаете, но дискуссировать, говорить об этом нельзя. Только официальную линию. Только официально. Только вот то, что сказала Всемирная Организация. Всемирная Организация, которая, кстати, относится к часть той же организации, которая голосует 90% и 90% резолюций, что Израиль виноват во всем. Все остальные. Там Северная Корея нормально, там нет нарушений прав человека. В Иране нормально. Эфиопия, Гондурас, там все нормально. А вот Израиль проблема 90%. Это та же организация. Ну, против них мы говорим ни в коем случае. Ни в коем случае. Потому что забанят, закроют наши каналы в YouTube, в Facebook, в Twitter. Ну, президента Трампа же нету, там уже сколько, да? Ему же нельзя говорить. Потому что они открыто говорят, его надо уничтожить, от него надо избавиться любой ценой, любой. И эта цена, даже цена наших Соединенных Штатов Америки. То есть, на самом деле, если в Советском Союзе была одна газета правды, все остальные как бы перепечатывали основные мысли, основное содержание. в данном случае как бы существует 99%, которые смотрят на газету New York Times и оттуда берут идеи, мысли и так далее. А все остальные точки зрения в самом массовом, скажем, источнике информации, это вот социальные сети, это YouTube, это Facebook, это Twitter, иная точка зрения запрещена. Они забанали, то есть заблокировали аккаунт сенатора Рэнда Пола, который имел неосторожность, сенатор, которого избрали, то есть это уму не постижим. Ну, конечно, собственно, чего ожидать, если они могли президенту. Ну, понимаете, я не против, если бы они блокировали меня, Эйнштейна, вас, Fox News, сенатора, Трампа, если бы они так же блокировали Клинтона, если бы они так же блокировали Обаму, если бы так же они блокировали Синн и все другие, ну, те могут вещать все, что угодно. Они могут даже показать картинку, с отрезанной головой нашего президента. Это нормально. Или уничтожение Израиля. Это нормально. Это не антисемитизм. А если мы упомянем имя сына президента, или скажем, что у него проблема с лекарствами некоторыми, если мы упомянем доктора Фаучи в каком-то большом, если мы вообще что-то упомянем, нас сразу забанят, нас сразу закроют. Поэтому мы должны... Хуже, потому что в правде вот разница в чем существует, вот что Путин осознал, когда в правду там писали, или книжку какую-то писали в Советском Союзе, или писали какую-то, или там комик выходил, сатирик выходил на сцену с чем-то, он давал в цензурный отдел какой-то там коммунистической партии, чтобы они одобрили это. Там сидела... Это бюрократия была. Там сидели дебилы. Они читали, и они между строк прочитать не могли. Они только смотрели, есть такое слово или нет такого слова, есть такое слово или нет такого слова. И они давали. Ну, весь-то остальной народ прекрасно понимал, что там пишут. Они прекрасно понимали, что Райкин говорит. Они прекрасно понимали, что Хайт говорит, ну, через Хазанова там, еще через кого-то. Все мы понимали прекрасно эти люди. Они были не дебилы. А если к ним приходило КГБ еще кто-то, и говорили, эй, вы что несете антисоветчина? Они говорят, подождите, цензура нас пропустила. Где тут антисоветчина? Где тут подрыв чего-то? И это работало. А сегодня Путин понял это. И мы это переняли. Сегодня то же самое идет и в Фейсбуке, и в Твиттере. Потому что я им переписываюсь и говорю, подождите, а как я знаю, что я говорю можно, а чего нельзя? Они говорят, а вот так. Потому что если кто-то на вас пожалуется, а мы знаем, что леваки жалуются, стукачи, они там более развитые, они более прогрессивные в этом деле, в стукачестве, то мы начинаем это смотреть. А если нам не нравится, то вы забанены. Это наша личная компания. Что хотим, то и делаем. Хотя это, правда, не совсем их личная компания, потому что так не работает. И мы должны, как и Путин говорит, давайте, выставляйте, говорите, у нас свобода слова. Говорите все, что хотите, показывайте все, что хотите. Он же так говорит. Они говорят, да, пожалуйста. Но если нам не понравится, если мы посчитаем, что это приносит вред, то вас могут посадить, против вас могут открыть дело, вас подадут под суд, вас закроют, вас ограбят. И поэтому все боятся что-то говорить. Говорят только прелести. Я не знаю, кто из вас слушал. Я сейчас ехал в Одессу 6 часов, и я слышал выступление батьки. Обращение. Чудак в 18 часов, не ходя в туалет, не взяв глотка воды, тарахтел. Вот к нему можно было обращаться только как к главе Чуче, Ким Ченуну, да? А больше никак. Вот это цензура. Ты самоцензурируешь себя. И мы делаем теперь то же самое на Фейсбуке, на Ютубе. Пойди, скажи что-нибудь. Хрен его знает. Они тебя забанят. Вот мы работаем над этими каналами годами, а если им не понравилось, что ты сказал, все. Они говорят, читайте наши правила. А правила ни хрена не поймешь, что там написано. Вот меня, например, они меня, например, забанили, они говорят за то, что я сказал, что носить маски это приносит вред. А я этого не говорил. Я сказал, что неизвестно. Я сказал, что непонятно. Вот. И все. И за это меня сняли. Я говорю, у вас же по правилам не написано, что там нельзя говорить, что ты не понимаешь, что происходит. Они говорят, нет, все равно. А вы подразумевали вот это, что не надо, мол, носить. Я говорю, нет, я этого не говорил. И я, правда, не верю в то, что их не надо носить. В какой-то ситуации их надо носить. Хотя позавчера я ехал в метро в Киеве, и один мужик поднял маску и чихнул. А он даже рукой не закрыл, потому что он маску держал. Понятно. Ну, собственно, нас тоже забанили в вот эту программу с Леоном. Он привел цитату из выступления какого-то доктора, кстати, относительно масок. И тоже нас раз быстренько сняли, заблокировали. А вам страйк дали? Ну, нет. Нас просто эту программу заблокировали. Мы попытались апеллировать, но они говорят, нет, нет, все равно. Вы как бы мисинформацию. А мне дали страйк. Ну, вот. Послушайте, они удивительные. Ну, собственно, никого же... Это не удивительно, что они банят эту сторону и разрешают абсолютно все айтолам говорить про то, что можно Израиль уничтожать, и всем левакам им все дозволено. Это все работает на одну команду. Это все выходцы из одного гнезда. Поэтому тут ничего удивительного нет. Как этому противостоять, как этому бороться, как с этим бороться, не знаю. Потому что, вот скажем, когда люди задавались вопросом, как так, как могла наиболее культурная, развитая нация, скажем, в 30-е годы вдруг превратиться вот в такую нацию убийцы и так далее. Вот так они превратились. Вот так. Пропаганда так работает. То, что происходит сейчас здесь, это тоже пропаганда, потому что вдалбливаются, начиная с малых лет, детям вдавливаются в голову, потом, когда становятся взрослыми, другая информация перекрывается, ее нет, доступа нет, то есть людей как бы... Больше того, они сейчас уже начали говорить, что дети уже в школах во многих и везде, вот опять же, я не знаю, можно ли это слово говорить про расовые, вы сами знаете, что у нас сейчас в учебных заведениях пытаются внедрить, что если твои родители не так мыслят, то надо на них заявить. Вот такие Павлики Морозовые теперь у нас выращиваются. Абсолютно. Что на родителей надо стучать, у тебя есть право их судить, у тебя есть право на них вызвать полицию, у тебя есть право много чего сделать, если ты считаешь, что твои родители неправильно себя ведут по отношению к другим, не то, что там родители тебе что-то плохо там делают, бьют там или еще что-то, насилие какое-то над ребенком, а просто потому, что родители мыслят неправильно, у них мысли другие. Недостаточно прогрессивные. Мои родители... Ну, я говорю, что, например, я виноват, я скажу, в чем меня обвиняют, да, я служил в вооруженных силах, я отдал почти 30 лет вооруженным силам США, за эти 30 лет я переехал 19 раз, я не видел в общей сумме, я не видел свою семью 7 лет, а я виноват в том, что наши вооруженные силы тогда были... У них было не расизм, а это слово по-русски, что, ну, против гомосексуалистов. Гомосексуалистов не брали вооруженные силы, а если узнавали, что гомосексуалисты, тебя выгоняли вооруженные силы. Гомофобы, да. Гомофобы. Вот, и поэтому, ну, не только это, это... И так, как я служил, и так, как я поддерживал эту политику в вооруженных силах, то я гомофоб, то я, в принципе, криминал. У меня, в принципе, вот если бы большевики были у власти, меня бы сейчас можно было отдать под суд и все такое. Хотя у меня служило несколько гомосексуалистов под моим командованием, и я их лично не трогал. Я понимал, что наш устав против них, но я закрывал глаза на это. И все офицеры, с которых я знаю, тоже закрывали на это глаза, если они себя вели, ну... То есть если бы не отражается на результатах службы, так да. И не было ничего такого на базе. Но сегодня это считается, что ты, ну, ты, в принципе, был рабовладельцем. Вот так же отношение к рабовладельцам, что вот у них были рабы, и они были плохие люди. Там Вашингтон, Ли, все остальные, у них были, оказывается, рабы, и они Джефферсон, они ужасные люди. Потому что в те времена они это переносят на сегодня. Но далеко ходить нельзя. Вот у нас в Вооруженных Силах сегодня абсолютно, и я поддерживаю это, что гомосексуалисты очень часто, как и все остальные, хорошие и прекрасные воины, и хотят служить в своей стране, и ничем не отличается. А для меня главное это боеготовность. А чем ты занимаешься в постели, мне до одного места, да? Ну, скажем... Ну, не совсем. Но то, что было 20 лет тому назад, когда я был командиром, все, я виноват. На меня смотрят как на урода. Ну, вот, скажем, операции по изменению пола за счет налогоплательщиков, за счет военного бюджета, я не думаю, что это хорошая идея. Но это неправда, это неправда. Нет, нет, нет. Это не за счет Вооруженных Сил. Там вопрос был другой. Там, если они это сделали, то поддержку этого, допустим, лекарства, если надо лекарства давать, и почему Вооруженные Сил должны на это давать лекарства. Я не знаю, это, конечно, вопрос, ну, оспоримый. Про это можно спорить. Но если это брать глобально, то это не стоит и выеденного яйца. Потому что, во-первых, это лекарство, оно копеечное. Оно копеечное. Ну, реально оно не сыграет никак. А во-вторых, сколько, вы думаете, людей в Вооруженных Силах хочет поменять свой пол? Четыре, пять человек. Опять же, наши Вооруженные Силы, миллион человек. Это не играет роли. Это не имеет никакого отношения к боеготовности наших Вооруженных Сил. И если есть такие люди, может быть, они талантливые, может, они приносят какую-то пользу Вооруженным Силам, которые намного больше, чем это копеечное лекарство, там, эстроген, это женские гормоны какие-то, или мужские гормоны. Я не думаю, что спор из-за этого стоит времени и энергии. Просто потому, что у некоторых людей есть такой подход советский. Всем поровну, все должны быть честны. Все должно быть честны. Вот если мы не можем там сделать операцию на сердце или пересадку почек в Вооруженных Силах, почему мы должны давать этим людям там лекарства? Нет, там не в операции вопрос. Операцию они должны делать за свой счет или на гражданке, или еще что-то. Там вопрос, когда они на службе, во время службы, будет им эта поддержка или нет? Я считаю, что это вообще не стоит даже разговора. Несколько человек... Юр, скажи, пожалуйста, мы готовы общаться с нашими радиослушателями? Потому что были попытки дозвониться, мне как-то не хотелось прерывать тебя. Да, да. Ваши звонки, если будут вопросы, пожалуйста, звоните, обязательно примем. А теперь несколько слов о ситуации в Афганистане, если ты следишь за этим, и есть у тебя на этот счет какие-то соображения. Ну, я, честно сказать, очень расстроен из-за этого, потому что столько лет нас... Во-первых, мы пошли в Афганистан, потому что для того, чтобы уничтожить террористические организации, включая Талибан, включая Алкайда, включая тех, кто напал на нас, на Соединенные Штаты Америки, и у нас погибло больше трех тысяч человек из-за этого, террористические акты, это все выходило из-за Афганистана. Я просто хочу, чтобы наши слушатели чуть понимали, Талибан – это не совсем террористическая организация, это целое, можно сказать, государство, просто оно без границ. И это было создано, когда советские оккупировали, и была война в Афганистане с Советским Союзом, они ушли в Пакистан, и там организовалась вот эта группа людей. И теперь они вернутся в Афганистан, и они установят свое правительство, они установят свои порядки. Там будет вакуум, в этом вакууме начнутся, опять же, зарождаться такие организации, как ИГИЛ, Айсис, там будет играть роль, опять же, Иран, и мы как-то, Обама, при президенте Обаме, он решил вывести войска из Ирака. И когда он решил вывести войска из Ирака, тогда министр обороны сказал, что этого не следует делать, потому что произойдет вакуум, и там создастся какая-нибудь террористическая организация, которая будет еще хуже, чем Ал-Каида. И президент Обама не послушал, мы вывели какие-то войска оттуда, там в некоторых регионах создался вакуум, и, конечно же, сразу же был создан ИГИЛ, который состоял не только из фанатиков религиозных, но еще и из офицеров армии Саддама Хусейна. Поэтому они воевали более-менее грамотно, и с ними бороться было намного сложнее. Юр, давай попробуем все-таки принять звонки от наших радиослушателей, а потом вернемся, потому что люди ждут на линии подолгу. Добрый день, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Сережа, я очень сожалею о том, что Яна больше не будет в ваших передачах, потому что Ян и наш Алексей Орлов... Давайте к сегодняшней теме. У вас будет возможность меня сказать об этом. Хорошо, ладно, я извиняюсь. Вот, Дарья, пожалуйста, скажите, вот вы в своих передачах до выборов предупреждали всех о том, что произойдет в будущем. То есть сегодня то, что вы предсказывали, это все сбылось. Вот как украинцы пытаются компенсировать тот урон, который понесет в следствии введения Севропотока-2, потому что Россия навряд ли уже отправит свой газ через территорию Украины, и Украина потеряет несколько миллиардов долларов в год. Спасибо. Спасибо большое, да. К сожалению, да, к огромному сожалению, я и там еще несколько нас, людей, оказались правы в этом, что будет, когда придет, если выиграют демократы, тем более, если выиграют Обама в третий срок, только в лице своего бывшего ицепрезидента. Так, к сожалению, это так и случилось. Украинцы, понимаете, 90% украинцев в этом, да я бы сказал даже 99% украинцев в этом не участвуют. В Украине очень сложная ситуация, в Украине очень сложная экономическая ситуация. Они работают, они пытаются выжить, они на полях пытаются спасти урожай, они пытаются спасти скот, они пытаются это импортировать, они пытаются построить дороги, они пытаются сделать так, чтобы горел свет, и было тепло к зиме, чтобы была вода. В то же время они должны восстанавливать и быть готовы к войне с Россией, они строят свои вооруженные силы. Все это очень-очень непросто. Народ взрывоопасный, поэтому правительству и власти тоже сложно работать в этом, потому что у украинцев нет в основном крепостной гены, они такие, у них казачество такое. Но, к сожалению, у них также огромная пятая колонна, которая подрывает, которая все-таки тянет в сторону России. Сейчас еще Белоруссия здесь присоединилась. И, конечно, большинство из них не следят за этим, они просто пытаются выжить, работать каждый день, выжить, чтобы накормить свою семью, чтобы устроить как-то быт. А вот эти там 10 или сколько, 5 процентов этих балаболов, говорящих голов, конечно, они продолжают говорить. И сегодня они говорят так, что Меркель предложит миллиард долларов, ну, украинцы теряют 3 миллиарда, она им даст миллиард, как компенсация для разработки в 2000-м, хрен знает в каком году, в 56-м году, чтобы у них была зеленая энергия. Ну, это что означает? Что они дадут им миллиард долларов, если дадут, это она только обещает, а ее не будет скоро, то это все равно будут, немецкие инженеры, немецкая аппаратура, они должны будут покупать немецкие там, люди, которые в экологии занимаются, какие-то ученые, университеты, они все эти миллиард долларов все равно потратят в Германии. Это так устроено. И вообще они распоряжаться этими деньгами украинцы не смогут, потому что неважно, АМФ дает им деньги, или Америка дает деньги, мы тогда диктуем, что с этими деньгами делать. Когда те деньги, которые они получали из Северного потока, это были их деньги, и они могли распоряжаться ими, как они хотели. Поэтому, да, ситуация в этом сложная. Сейчас говорят, что им пообещали, что там это какой-то найтриджен, я не знаю, как по-русски найтриджен, будут перегонять через украинскую трубу. Но это все обещания. Опять им будут обещать, обещать, обещать. Ну, знаете, как говорил Жванецкий, вам обещают, обещают, а вам все мало и мало. Но все обещания, которые, опять же, я не знаю, чему верят. Послушайте, что Байден обещал, и что он сделал. Вот его предвыборная кампания, что он обещал, как будет с Путиным, что будет с Северным потоком, что будет с военной помощью для Украины. Все до точности, наоборот, проделано. Поэтому обещайте, обещайте. Больше ничего. Вот они слушают теперь обещания. Эти же те, которые врали им до этого, на этих же всех каналах центральных, украинских, продолжают обещать, продолжают вещать. А других мнений нету, не выставляют. Все эти ссоровские схемы здесь работают в Украине прекрасно. Еще один вопрос, который касается уже опять США и армии, в частности, во время слушания генерал Милли, начальник объединенных штабов, сказал, ну, там стоял вопрос о критической расовой теории, и он, так сказать, двумя руками поддержал эту идею. Другими словами, армия, похоже, ставит эксперименты социальные над военными. И это вызывает тревогу. Ну, другие, некоторые генералы против этого. Но, опять же, мы, понимаете, чистка наших вооруженных сил началась при Обаме. При Обаме многие из наших талантливых военачальников до моего уровня, до командиров полков, до командиров бригад, дивизий, они уволились. Они просто не могли больше служить, и уволились, и ушли в отставку. Их заменили вот эти политические генералы, что я называю генералы Обамы, Обамовской политики. И сейчас они пришли обратно. У нас в академиях вооруженных силах учат стратегию, стратегические действия вооруженных сил при Обаме. И когда говорят, подождите, но Обама не президент, и он уже не будет никогда президентом, они говорят, нет, будет, будет. Еще как будет. Ну, собственно, неудивительно, потому что... Поэтому надо изучать нам стратегию военную. Ну, опять же, я не говорю это как бы как унижение для вооруженных сил. Мы не вне политики. Мы должны выполнять то, что президент и Конгресс и наша Конституция требуют. И если у нашего... И если у нашего... И если наш президент, его политика такова, мы должны подстраиваться под нее. Поэтому, смотря вперед, мы понимаем, что политика будет... Что политика будет обамовская. И она уже обамовская. Понятно. Давайте попробуем. Поэтому у нас замена. У нас реально произошла очистка при Обаме наших вооруженных сил. При Трампе она приостановилась. Сейчас она продолжается. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, господин капитан первого ранга. Я вас приветствую. Но вы говорите, что вот еще Белоруссия присоединились. Только не надо говорить Белоруссия. А белорусский режим это две большие разницы. У меня вопрос такой. Вот Трамп ушел и все. Для меня демократы и республиканцы такие самые проститутки. Это эссембльшинг. А партий как-то таковых тут нет. Почему Трамп не может создать свою партию? Сразу половина Америки вступила бы туда. Я первый. Смотрите. Учить людей как говорить надо только в том случае, когда вы не понимаете о чем идет речь. Тратить время эфира на обучение языка или культуры это глупо и непродуктивно. В чем было непонятно когда я сказал что Белоруссия к этому присоединилась. Народ Лукашенко Беларусь Белоруссия в Украине на Украине да вы можете до бесконечности обучать людей но это опять же я скажу непродуктивно и глупо потому что если мы имеем дискуссию серьезную и я слышу что у вас акцент на русском языке по русски так что вы по русски тоже наверное не все грамотно говорите если я буду исправлять вас все время то мы ни к чему не придем это только нас разозлит русский язык я изучал только там до четвертого пятого класса поэтому я говорю так как я знаю как говорить я могу перейти с вами на английский это мне намного будет комфортнее вот поэтому это я такое делаю предупреждение следующим нашим зрителям насчет того что все эти партии и те и другие вы назвали словом как проститутки нет проститутки намного честнее проститутки договариваются с тобой заранее и у вас бизнес такой происходит честный они вы покупаете они продают здесь вас обманывают политики это вруны они у вас берут деньги и обманывают есть две категории людей есть те которых выбирают нас есть люди которых выбираем мы например воры выбирают нас они видят что мы лоховатые и они могут украсть у нас кошелек они могут украсть у нас часы телефоны или еще что-то они нас выбрали и потом полиция их ищет чтобы их наказать и вернуть ваше имущество людей которых мы выбираем в конгресс в сенат в президентство они у нас воруют не часы и кошелек они у нас воруют будущее они у нас воруют душу они воруют у нас наших детей умы и сердца и будущее наших детей вот что они воруют но полиция их защищает от нас ну или форма полиции понимаете опять же не хочу меня русскому языку тут учили вы понимаете о ком я говорю защищает их вот это вот и есть разница в том насчет того что этих людей мы выбираем поэтому мы должны выбирать более тщательно и участвовать в выборах насчет того что почему трамп не создаст свою отдельную партию и половина партии республиканской уйдет к ним вы сами ответили на свой вопрос если половина партии республиканской уйдет трампу то у нас будет две партии республиканские против одной большой демократической поэтому демократы тогда будут выигрывать все время и у нас вообще у нас и так сейчас шансов мало с этой дебильной республиканской партии тогда будет вообще никаких шансов хотя я буду один из первых который вступит в партию в партию трампа гарри огромное спасибо это может быть это может быть патриотично и душа рвется к этому но практически мы потеряем не прагматично спасибо огромное самые наилучшие пожелания спасибо за то что нашел время и все таки вышел в эфир и я надеюсь что в ближайшее время мы повторим нашу встречу спасибо спасибо всего доброго мир дома вашему Чикаго не стреляйте